МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Председатель общественной ассоциации Молдова-Мя Федор Гелич, а также члены ее административного совета выступили с публичным призывом ко всем участникам ассоциации прийти на выборы 30 октября и поддержать кандидатуру лидера партии социалистов Игоря Додона. На пресс-конференции Федор Гелич заявил, на гражданах лежит обязанность сохранить республику Молдова в качестве независимого государства, иначе страна рискует исчезнуть как государство, а Молдава не как национальность. В нашей студии председатель общественной ассоциации Молдова-Мя Федор Гелич, а также член ее административного совета Александр Юдин. Добрый вечер. Добрый вечер. Прежде чем мы начнем или продолжим наш разговор, я предлагаю посмотреть материал наших коллег, которые подготовили как раз на основе на вашей пресс-конференции. Сохранение молдавской государственности и идентичности, сплочение многонационального народа, социально-экономическое и политическое развитие страны – таковы основные цели, которые должны стоять перед новым главой государства. Так считают представители ассоциации «Моя Молдова», по мнению которых, реализовать эти цели способен лишь истинный патриот и государственник. Сегодня мы должны все спасти эту страну, помочь молдаванам спасти страну, свою этническую и государственную значимость. Молдова не должна исчезнуть с карты земли. Молдаване не должны исчезнуть как этническая группа. Мы, русские, украинцы, румыны, цыгане, армяне и все, кто здесь проживает, должны сегодня объединиться и помочь молдаванам все-таки построить свое государство. Я призываю проголосовать сегодня за истинного молдаванина, за молодого политика, за Игоря Додона. Представители ассоциации «Моя Молдова» призвали граждан принять участие в президентских выборах, отметив, что только от них зависит будущее всей страны. Федор Итай, каким был отклик на ваше выступление? Что последовало после этого достаточно яркого и громкого заявления? Честно говоря, меня задолбали, мягко выражаясь и громко говоря. Одни бросились меня называть предателем, только я уже не знаю, меня уже столько раз называли предателем, то одна сторона, то другая сторона. И, конечно, после того, как мы провели пресс-конференцию, нашлись те, которые подавляющее большинство поддержали и наши решения, и наши обращения. У нас сотни членов живых, это не просто на бумаге. Я даже принес, если вы обратили внимание, на пресс-конференцию три огромных папки. Это заявления, те, кто являются нашими юридическими членами ассоциации, наши волонтеры. И многие, конечно, обращались, потому что неравнодушны никто о том, что завтра будет. И все мечтали о президентских выборах, что наконец-то будет глава государства, который будет избран не криминальным, коррумпированным парламентом, а будет избран народом. Естественно, люди как бы дождались, а вот кого? И все закрутились, завертелись, у всех сушь дым валит, а кого избирать? Мне постоянно спрашивают, вот, Федор Васильевич, вы за кого? Вы верите? Ну, я вроде политически подкованный, я всю жизнь был политиком и активным гражданином, но я вот встал в тупик. То есть, при всей очевидности выбора решили тоже задуматься? Вы знаете, я разложил вот так абстрактно на столе всех кандидатов и каждому дал, как в свое время в армии, я характеристики писал каждому солдату, увольняются там два-три десятка, вот каждому надо дать характеристику, индивидуальную, не просто шаблон. И вот я каждого знаю всех, не буду называть сегодня фамилии, на основе чего я, чем я руководствовался? Во-первых, больше всего, что меня сейчас волнует, это сохранить государство. Я знаю не понаслышке, я вполне информированный человек, и я знаю, что мы идем упорно к уничтожению государства. Ну, я украинец, как говорят, в случае чего евреи, говорят, мы уедем в Израиль. Есть такое государство. Я уеду в Украину, мои предки, я украинец, чистокровый. Русский уедет в Россию, а куда поедет молдаван? И я с таким вопросом вот иду по улице, всех кого встречаю, там много встречаюсь с людьми, и всех спрашиваю, ребята, назовите мне государство, где молдаванин добровольно отказывается от своей нации и добровольно отдает свою землю. То есть подписывается под текстом ликвидировать Молдову. Ну, назовите мне страну. Дерутся люди до последнего, кровь проливает, миллионы гибнут за клочочек земли с правом, чтобы эта земля, этот клочок назывался каким-то государством. Вам подарили 25 лет тому назад на шару с такой базой. Вы вспомните, какая материальная база была после развала Советского Союза. Мы же практически до сих пор еще продаем то, что у нас есть. Еще есть остатки. Это не мы сами их создали, это создано было в едином государстве Советском Союзе. Мы еще до сих пор доедаем тот НЗ, который был при Советском Союзе. А что мы создали? И когда я с ними беседую, вы знаете, я понял одно. Молдаване очень добрые люди. Они не способны, вы знаете, как румыны. Агрессивно взяли и расстреляли Чаушевску. О, говорит, еще два патрона осталось. Ну и давай супругу запустим. Молдаване совсем другие люди. Я иногда бешусь до беспредела, когда вижу, что они не могут. Ну встань, ну возьми палку в руки, ну тебя же бьют, тебя же забирают. Ну не может он. Ну от природы это такие люди. И я понял, что нужно идти в последний бой, надо, ребята, защитить. Давайте защитим, давайте дадим. Да, я был сторонником объединения. Почему я принял такое решение? Потому что когда меня арестовали, вот члены администрации совета, мы столько, сколько мы людей сегодня взяли на свои плечи, детей, центр детской вертебрологии, центра мати-ребенка. Мы этих детей собираем, что только можем, чтобы помочь. И меня за это закрыли. Только потому что я говорил, что Филат и вся его банда обокрали страну. Я же это говорил в начале 13-го года. И для того, чтобы нам... Смотрите, история растаяла по своему акценту, видимо, вы здесь, а Филат в местах не столь отдаленных. Бог все видит. Я 30 суток, когда сидел в тюрьме, я каждый день Бога молил об одном. Меня забери, отними у меня жизнь. Но этого подонка, казни на земле, чтобы люди его видели, казни, чтобы он мучился, чтобы он чувствовал боль людей. Всех, кого обокрал, всех, кого сегодня превратил в нищих, всех, кого отправил сегодня за границу. Я вам честно говорю, у меня обостренное чувство чести и справедливости. Я не мог. У меня начальник тюрьмы лично со мной постоянно беседовал, успокаивал меня. Я не мог успокоиться. Но, видимо, Бог есть. И я еще вам больше скажу, сегодня при всех, еще есть, которые сегодня... Еще Бог не закончил работу. То есть те, кто должны последовать. Все, кто должен последовать за Филатом. Нельзя, Стас. Мы на этой земле живем все очень временно. Я Филату, когда он еще был премьером, я же пытался, я же был в команде. Я ему говорил, Влад, скажи, пожалуйста, ты знаешь список описей в ящике, которые упакуют нас все? У каждого в свое время. Опись у всех одинаковая будет. Самая простая. Туфли, сапоги, даже без трусов будешь. Только блюки. И все. Не будет у тебя ни доллара, ни золота. Ничего не будет. Запакует и туда. Господу Богу, на приемный пункт. Сколько тебе надо? Вы знаете, жадность наших государственных политиков, она безмерна. Ну, просто я не понимаю. У нас нет государственников. У нас любой политик, который идет, у него в первом плане первое. Я, моя команда, этот политик, и народ на последнем месте. Если останется на кости какое-то мясо, это все народу. Но политик, государственник должен думать совершенно по-другому. Народ в первую очередь. Твоя команда, и ты в конце, что тебе останется? Так умные государственники, люди подходят к управлению государством. У нас же довели. И понимаете, когда меня подвергли такому оскорблению, а меня оскорбили жутко, я был готов расстрелять. И тогда, когда меня освободили, я еще пытался молдавана в предстоящие выборы, когда были в 14-м году, 30-го ноября, если я не ошибаюсь. Я думал, что молдаване меня слышат. Я же за вас в тюрьме сидел. Выходит молдаване на выборы 30-го ноября, и филата всю эту банду оставляют у власти. Я вообще, я честно говорю, не в обиду, я пришел домой, накинулся на жену, первый молдаван, который мне попался, и спросил, почему вы такие тупые молдаване? Не в обиду. Почему вы так? Почему вы над вами вас тупите? Вас воруют, вас обыкрали, и вы все равно идете голосовать. Объясните мне этот феномен, я не могу вас понять. Вот тогда я принял решение. Единственное спасение сегодня, избавиться от бандитов сегодня, это объединиться с Румынией. Я это решение принял не с единственных соображений, хотя глубоким уважением отношусь к тем, кто сегодня хотят объединиться с Румынией. Я их очень хорошо понимаю. Я понимаю их как людей. Я не говорю о политиках. Политики не хотят объединяться. Они только манипулируют и используют тех людей. Но то количество, которое сегодня растет, желающих объединиться, Стас, это люди, которые отчаялись полностью. Они потеряли веру. И они просто не видят в будущее Молдовы. И когда, конечно, эмоции прошли, я стал обдумывать. И я много очень общаюсь с молдаванами. Я всем задаю вопрос, и они себя называют молдаванами. Они свой язык называют молдавский. И таких подавляющее большинство. И я тогда вот собрался, ребята, ребята, надо помочь. Давайте еще раз, я делал шаг назад, сделал. Давайте еще раз объединимся все вместе. Придем рядом, станем в одних окопах вместе с молдаванами. И попробуем еще раз найти вожака, который сумеет сегодня заявить всему миру, что мы можем и докажем, что мы в состоянии построить правовое государство. Ну и кто под эти ваши критерии попадает? И в этом списке мы остановились на Игоре Дедоне. Я скажу, почему я на Игоре Дедоне. Когда была встреча в социальный резонанс в пятницу, я вам скажу так. Я хороший учеником был у политиков и коммунистов, будучи политработником. Я умею читать глаза в глазах истину, которую говорит политик. Знаете, я не скрываю, политика это такое дело, это артистизм. Можно выйти, читать и изображать любого героя какого-либо там сюжета. Особенно на канале выборов. Да, особенно перед выборами. Это артистизм. Чем больше ты обладаешь этим качеством, тем искренне можешь сыграть. Ну, как индийское кино. Выходишь, все плачут. И рыдают в зале. Я внимательно смотрел в глаза Дедон. Он смотрел мне. Ну, наверное, я только так смотрел пронизительно. И в глубине копался, насколько он искренне говорит все, что думает. Во-первых, мне затронуло то, что он говорил моими словами. Все, что он говорил, я готов был подписаться под каждым его словом. Потому что это были мои слова. Ну, помните ответ, который Игорь Николаевич? И я его спросил. Это был вопрос провокационный и откровенный. Игорь Николаевич, что вы сделаете со мной, когда вы станете президентом? Первое. Так как я сторонник объединения с Румынией. Расстреляете, посадите в тюрьму. Или третье. Я честно вам скажу, я не ожидал этого вопроса. Ответа. Ответа, вернее, да. Он мне ответил, что я вам попытаюсь доказать, что Молдову можно построить настоящим правовым государством. Вот это и его ответ окончательно поставил точку в моем выборе. Он не сказал, что я запрещать буду, я вас буду всех гноить, что я вас... Нет. Он сказал, что я вам докажу. Люди ведь таких, как я, которые отчаялись, потеряли веру. Таких же сотни тысяч. Стас, вы понимаете? 20 с лишним процентов растет. Это не люди идейного соображения. Это люди, которые больше не верят. Они отчаялись. Они ищут спасение. И вот его ответ, который он дал, меня окончательно вдохновило. И я принял решение, что этому молдавану, этому лидеру надо помочь. И мы приняли решение, я лично, что я поборюсь. Поборюсь за Молдавана и поборюсь за Молдаву. Понятно. Александр, вопрос к вам. А как административный совет откликнулся или отреагировал на такой призыв? Я могу сказать, что наша ассоциация объединяет людей самых разных. Мы можем расходиться в частностях, но в целом мы, конечно, поддерживаем ту идею, которая говорит о том, что кандидатом в президенты может быть Игорь Дудон. По сути дела, мы смотрим на факты, с которыми мы имеем дело. Анализируя личности людей, которые себя позиционируют как кандидатов, мы смотрим, что наиболее подходящий, наиболее зрелый человек – это Игорь Николаевич Дудон, который представил достаточно четкую, понятную для всех людей, которые проживают на территории республики программу. Его можно понять, потому что он обращается ко всем гражданам республики Молдова. У нас есть русскоязычные, у нас есть люди, которые говорят на государственном языке. Кстати, наш государственный язык звучит как молдавский язык с использованием латинской графики. Так он звучит у нас в конституции. Да. Не румынский, а молдавский язык. И есть язык межнационального общения, который объединяет в этом ключе все народности, которые проживают здесь у нас на территории Молдовы. Что подкупает в этом человеке? То, что он не говорит мажоритарная или миноритарная масса. Для него существует одно единственное понятие и представление о каждом члене общества. Это гражданин республики Молдова. Вот и все. Не то, что он там русофон или там еще кто-то, или на украинском, или там он еврей, или гаус и прочее. Это человек, который ко всем относится одинаково. Это значит, что мы получаем руководителя, мы получаем президента, который будет бороться и отстаивать права по конституции каждого члена общества. То, что он представил в качестве программы, мы тоже обратили на это внимание, и, конечно, члены ассоциаций на это тоже обратили внимание, что речь идет, допустим, о том, чтобы он взялся за объединение страны. Он говорит об объединении страны. Что он имеет в виду? Он имеет в виду вот этот наболевший вопрос, этот кровавый конфликт, который состоялся 25 лет тому назад из-за глупости тогдашнего руководства. Приднестровье — это часть Молдовы, и дипломатическим путем он собирается этот вопрос решить. Он хочет привлечь страны, другие страны, которые в этом деле принимают участие, которые касаются нейтралитета, кстати говоря, нашей страны, о невхождении в какой-либо союз, военный союз или еще США, Европейский союз, Россия. Вот с этими, скажем так, субъектами он собирается сотрудничать и прийти к тому, чтобы наша страна заняла то место, ту нишу в европейской политике и вообще в мире, которая, в общем-то, может быть. Если мы говорим о том, что мы очень многое утеряли за это время, то пора уже, как говорится, возвращать. По Библии время разбрасывать камни, время собирать эти камни. Надо сотрудничать, надо работать. Надо работать с Западом, надо работать с Востоком. Но если мы говорим, что по некоторым оценкам, ну, потому что мы видим это дело в средствах массовой информации, 800 тысяч человек официально работает в России, по некоторым 700, пусть будет 700, возьмем меньше. Это официально. Неофициально больше. Эти люди работают там, вот. А у нас в республике остается кто? У нас в республике остаются старики и дети. Брошенные семьи, разбитые семьи. На нашей пресс-конференции, о которой упомянул Федор Васильевич, вот, я в частности отметил такую вещь. У нас в центре города столица. Творится сущее безобразие. В гостинице «Бывший националь» в этих раздвалинах живут беспризорные дети. Они нападают на людей, которые выходят из этого магазина «Фидеска», который там рядом, но они уже нападали и на представителей власти, на полицейского, там полицейского побили. Кто занимается этим вопросом? Кто занимается социальными вопросами? Беспризорниками занимается только телеканал «Акчан-ТВ», который за это еще получает санкции. В том-то и дело. Где школа? Где наши эти самые гаранты того, что у нас растет поколение, которое способно восстановить страну? И когда старики все улягутся, как природа им велит, они сменят это старое поколение и смогут поднять страну. А вернутся ли те люди, которые работают за рубежом? В эти условия, которые на сегодняшний день. В Молдову вернуться, наверное, не захотят. В сегодняшнюю Молдову нет. Но если мы говорим о том, что есть человек, который готов возглавить государство, и который гарантирует, что здесь будут созданы рабочие места, который гарантирует, что здесь будет возрождение экономики, который знает, как это делается, который сам работал в экономике, который не лишний, скажем, в этой самой системе, и прошел огонь, воду и медные трубы. Некоторые ему ставят упрек, что он переходил, допустим, из партии в партию и так далее и прочее. Я не считаю, допустим, что для политика это есть, ну, скажем, такой грех или заблуждение, или еще что-либо. Человек может менять свою точку зрения. У нас президенты прежние, например, возьмем Мерча Ивановича с ним, я говорю, партийный работник, коммунист. Был наш первый президент, Лучинский, член политбюро, пожалуйста. Все работали при Советском Союзе, все это, сказать, проповедовали соответствующие идеи. Научного коммунизма. Научного коммунизма. И это не помешало им, значит, пойти по тому пути и так работать, как они работали. И в итоге мы же получили этот результат негативный. На сегодняшний день Молдова действительно стоит на краю пропасти. Мы, как страна, перестали практически существовать. С нами никто не считается. Федор, вы говорили на пресс-конференции, что упоминали об угрозе исчезновения республики Молдова, стирании ее государственности, потере идентичности молдавской. Главные угрозы по вашему процессу реализации проекта независимой республики Молдова, каковы, на ваш взгляд? Что угрожает? Что может действительно повлиять на то, чтобы наша страна, в общем-то, не дала, конечно, но перестала существовать? Моя жена вчера вернулась с Италии, гостила у младшего сына. Это моя большая боль, как отца, что сын с семьей покинул страну. И когда я ее встретил в аэропорту, я ждал самолет, опаздывал с Рима, я внимательно смотрел на тех людей, которые там находились. Вы знаете, одни встречали мужья своих жен, встречали жены своих мужей, ну, два-три туриста я так только видел, а это в основном были те люди, которые одни уезжали на работу, а которые приезжали. И я, когда уже встретил с женой, я спросил мать, как там наши, ну, как нормальный отец своих детей. Вы знаете, она заплакала, папа, они очень хотят домой вернуться, но сказали, что землю будем есть, но обратно не вернемся. Сейчас нужно принимать только радикальные меры, чтобы наши дети вернулись, и чтобы мы с вами не остались в этой стране все нашего возраста, и одни пенсионеры. Мы должны встать и пойти в последний бой, и убрать все, что нам мешает сегодня построить государство. Во-первых, всех нациков, которые сегодня сталкивают на протяжении 25 лет и делят наше общество, надо ликвидировать. Я честно вам говорю, когда речь идет о жизни и смерти, тогда надо переходить на радикальный мир. То есть вы радикал в этом вопросе? Радикально. Просто, понимаете, либо мы существуем, либо у нас государство Молдова есть, либо национальность Молдова сохраняем, либо мы все просто поднимаем руки и умираем. Поэтому я считаю, что нужно принимать радикальные меры. Во-первых, нам нужно победить сегодня всех тех преступников, которые сегодня находятся у власти. Неважно, какого уровня. Коррупционеров необходимо расстреливать. Да, я не это говорю для телевизора, я говорю вам в открытой форме, как я считаю. У нас есть множество примеров в странах мира, где именно через эту жестокую, может быть, но необходимую меру стали процветающими странами. я скажу вам, что не надо у нас много будет расстрелять. Одного, два. Максимум. Публично. Все станут как шелковые. да, чтобы спасти те три миллиона, которые у нас еще числятся, и тот почти миллион, чтобы вернулся обратно, надо всему миру показать. в затылок. Я готов сам исполнять, честно вам говорю. Я это не говорю, просто это. Вы понимаете, речь идет о жизни наших детей, и о нас с вами. Ваше обостренное чувство справедливости здесь не пострадает, ведь, например, коррупционеров больше, чем двое трое. Вы не поняли меня. Почему-то именно Петров и Сидоров будут казнены, а остальные... Так всегда происходит. Нужно, да, одного-двух расстрелять, неважно кто, кто там в списке. Просто выборочно. Но остальные станут как шелковые. Вот сегодня, я честно скажу, власти поняли, что то, что я сейчас говорю, они уже это поняли, что нужно принимать радикальные меры. Уже дальше некуда. Никогда у нас не сажали премьер-министра за 25 лет. Когда у нас было? Уже имеют такое. 15 судей арестовали. Таможенники пачками арестовывают. Дай бог. Я искренне благодарю сегодня тех, кто наконец-то поняли, что это единственный метод спасти сегодня страну. Не надо сегодня упрекать Гимпу в том, что он хочет объединиться. Он считает себя румыном. Он считает, что вот это спасение для страны. Это его точка зрения. Не надо за ними гоняться. Я в некотором смысле некоторые моменты и не поддерживаю Игоря Додона. Не надо запрещать, вот высказывать точку зрения об объединении. Бороться надо с бандитизмом. Чтобы наши дети, все те, кто рождается от наших детей в других странах, смотрели по телевизору, посмотрите, Молдова, Сингапур 2. Вот это будет... Тогда сюда к нам побегут не только прибегут наши молдаване, прибегут иностранцы, других государств жить, потому что здесь будет закон. А снова, как вы понимаете, я много встречаюсь подолгу своей новой работой, да, я встречаюсь с иностранцами. Читают конституцию у нас, любой иностранец, у нас в конституции написано, Молдова есть суверенно-независимое государство. Точка. Второе. Написано четко, ясно, какой государственный язык. Молдавский. Послушайте, как можно позволить в правительстве, в учебных заведениях, неважно какой структуре, игнорировать конституцию? Господа, если вы не выполняете конституцию, как можно вам доверять управлять государством? Я уже не раз говорю молдаванам, ребята, разберитесь, кто вы. Я еду, встречаюсь в Украине, бываю в других странах, я с гордостью говорю, что я с Молдовой. Вы знаете, как правило, задают все вопросы. Что у вас там, как ваши молдаване? Я говорю, дерутся два дебила. Один говорит, я румын, второй говорит, я молдаван. Один говорит, мой язык молдавский, второй румынский. Я уже 25 лет стою на перекрестке и спрашиваю, господа, я этическое меньшинство, вы элита, вы большинство. Так куда идем? Направо или налево? Я уже все семечки перещелкал на этом развилке, это развилки. Они все спорят, кто они по национальности, вот какой у них язык. Вы видели такой дебилизм? Назовите мне хотя бы одну страну, где человек сидит и не знает, кто он по национальности. Второй вопрос. 25 лет, обратите внимание, упрекают в том, что у нас растет число желающих объединиться. Я при Воронье это говорил, я всегда об этом говорю. Господа, обратите внимание, в учебных заведениях наши дети, мои дети, уже мои внуки, учат, написано, язык румынский. История тоже. Послушайте, либо я дебил, поправьте меня, либо я уже, либо я родился раньше своего времени, когда-то мои генералы, начальники всегда говорили, ты родился раньше своего времени, потому что я мысль по-другому. Объясните, почему и в каком государстве существует такое разногласие. В Конституции одно, а дети учат другое. Скажите, ребенок, который в школе приходит, ему говорят, румынский язык, то есть, ему здесь вбивает голову. Румынский, значит, это твой родной язык, то есть, ты румын. Дальше. Я учился в институте, еще в Советском Союзе, Саша помнит. Был отдельный учебник, была Молдавская Советская Социалистическая Республика. Был отдельный учебник, была история КПСС, была общая история, но один учебник был отдельно напечатан. История Молдавской СССР. Совершенно верно. Мы учили в школе, историю той республики, то есть, тут, где я живу. Сегодня внука спрашиваю, ты учишь историю Молдовы? Он на меня смотрит, не, мы учим общую историю Румынии. Какую общую? А Молдовы? Объясните мне этот феномен. Есть государство Молдова, признанное международным сообществом, всеми государствами, всеми государствами, организацией, соединенных наций. На карте Молдова. В школе наши дети учат историю другого государства. Если говорить вашим языком, то знаете, приговор можно исполнить по-разному. Мы в течение 25 лет детей своих не замечаем, растим, уже формируем гражданами другого государства. Как мы прививаем любовь к стране, когда он даже... Есть, я в машине в себя вожу всегда историю Молдовы. Мне подарили. И когда я где-то там в очереди стою, я открываю и все время перечитываю по 10 раз. Это настолько интересная, богатая история этого края. Слушайте, объясните этот феномен. И поэтому, и еще, извините, чтобы я не забыл. Вы знаете, моя мечта была всегда. Когда Молдова вышла из состава Советского Союза, я много перелистывал аналогичный, такой же размер территории, такой же многонациональный контингент. Мы в европейском, мы же между границами, между двух цивилизаций, востоком и западом. То есть, мы европейская страна, вот под какой мы, вот, под какой мы государством, мы можем вот-вот-вот как-то ближе и построить. Швейцарию я взял. Вот я сегодня, перед тем, как к вам прийти, изучил Люксембург. 570 тысяч населения. Всего-навсего. На четвертом месте по уровню жизни. Три официальных языка. Люксембургский, французский, немецкий. На душу населения, ВВП, слушайте внимательно, 150 тысяч, 554 доллара. На душу населения. У нас в Молдове 4182. У них полмиллиона меньше населения, чем в Кишинево. А у нас 2 миллиона 900. Ну, 3 миллиона. По площади у нас больше. По числу населения больше. Что у нас не хватает? У них 10% ВВП от промышленной переработки. Так, горное руду не добывает. 10% всего. А 65% у них составляет это услуги международной организации. Я поразмыслил и пришел к выводу. Слушайте, у нас в Молдове можно построить вторую Швейцарию, вторую Люссенбург. Хотят приднестровцы 3 языка? Найте вам 3 языка. Хотят Гагаузии еще добавить турецкий 4. Найте вам турецкий. Сделать в Молдове второй официальный язык русский. Господа, я не понимаю, ведь молдаване, мы же каждый день общаемся вот на улицах. У нас 2 языка ходят свободно. Молдавский и русский. русский язык это не любовь к России, прививает. Русский язык, извините, второй язык во всем интернете в мировом пространстве. Это официальный язык Организации Объединенных Наций. Вот у нас в организации у нас 8 официальных языков. Все языки Организации Объединенных Наций плюс еще итальянский добавили немецкий. то есть эти языки, которые масштабно сегодня используются во всем мире. Молдаванин родился в феноменальных условиях. Он свободно владеет двумя языками. Один из них Организация Объединенных Наций. Он может быть что на Западе, что на Востоке, что в Африке. Это уникальный представитель Молдовы, который от природы сегодня без переводчика может общаться во всем мировом пространстве. И это уничтожается. С какой целью делают это политики? С целью того, что чем тупее избиратель, тем легче им управлять. Я категорически против. И поэтому я когда слушал, я общался с Игорем Николаевичем. Да, у нас, я ему претензии предъявлял за выборы от нынешнего президента. Кстати, о нынешнем президенте. Я Игорю Николаевичу сказал, Игорь Николаевич, если вы станете президентом, я бы желаю только одного. Прошу вас. Завтракаете в Кишиневе, обедаете в Тирасполе, ужинаете шашлыки в Гагаузе. И так каждый день. Каждый день. Вы задолбаете этих Приднестровь, они уже даже проверять не будут. Музыку играет, духовой оркестр на входе Приднестровья. Каждый день, не надо нам ни американцев, ни русских, каждый день общайся, встречайся. Давай садимся, президент Приднестровья. Давай на рыбалке сядем не по разную сторону Днестра, а сядем в трусах с той стороны берега, а завтра с этой стороны, может здесь клевать будет лучше. Не надо нам никого, 2 плюс 3, 5 плюс 5, не надо нам никакой математики. Нужен президент Молдовы, лидер Приднестровья. Садимся вместе, давай решать, чтобы мы жили в дружбе. Пять лет, господин Тимофтий, ни разу не встречаться с лидером Приднестровья. Что это такое? Владимир Николаевич, я единственная с президентом, кого я уважаю, это Воронина. Много недостатков было. Но он все равно, его не пускали, он туда приезжал, он говорил, он бес... То есть, везде, во всем мире самое главное оружие налаживания контакта считается это диалог. Всегда. Не так, все, они сепаратисты, я с ними не разговариваю. Мы никогда не решим таких вопросов. И так в целом по стране. Что, есть идея сегодня по какому-то геополитическому присоединению? Соберем народ. В Швейцарии дерево спилить, деревни, я разговаривал с швейцарцами, дерево спилить, вот объезжают дорогой, и жители села проводят референдум, ну, населенный пункт, чтобы это дерево срезать. Вот им повышает там пенсию, есть предложение, опять давайте спросим население. Вот ворона летит, слишком низко, давайте проголосуем, можете ей потолок выше, я прошу прощения, я вошел в этот... Враж. Враж, да. Понимаете, народ спрашивает. Сегодня молдаванина. Скажите, кто спросил, что он хочет? Вот кто? Никто. Абсолютно. Превать. Это... Вот тогда вопрос, Александр Рос. Вот на ваш взгляд, насколько верно утверждение, что Молдова сегодня, этнически Молдава не так нужна, как тем, кто представляет национальное меньшинство? Что можно вообще сказать этнически Молдаванам? Может быть, я вот подойду под эту категорию. У меня мать из Трашанского района. Она приехала в Кишинев. Не знаю по-русски ни единого слова. Прожила 80 лет. Перечитала целую кучу литературы. Причем ее любимый писатель был Теодор Драйзеров. Вот так. Да. Как-то в нашей семье не поднимался вопрос. Я, например, считаю, что те традиции, которые были здесь у нас, в Молдове, в Бессарабии, скажем так, ну, в прошлое, это огромное количество наций, которые здесь жили в мире и согласии. Они жили мирно, они торговали, вот, они жили, строили свои эти самые семьи. У нас смешанная семья была. Такие же семьи я видел в Швейцарии. Вот. Причем я видел, что большое уважение к людям, которые, допустим, владеют другим языком. Приезжаете в Базель, там есть французский зал, там говорят на французском языке. Были мы в семье, где, значит, итальянец, отец, немка, мать, у них дети, они работают, и там другие люди проживают в этом поселке. То есть, мы не можем сказать, что здесь у нас нужно делить кого-то, там, болгарин, еврей, украинец, русский, молдаванин, гражданин республики Молдова. Вот так должно быть. И делить по уму. Потому что в тех же Соединенных Штатах, можно сказать, афроамериканец, но он гражданин Соединенных Штатов. Попробуйте ему, скажите что-нибудь. Он гражданин Соединенных Штатов. Так же, как те русские, которые проживают на Брайтон-Убич. Они русские, ну, извините, они американцы, прежде всего, потому что они уже граждане Америки. Соединенных Штатов Америки. И никто не говорит, что это вот того происхождения, что это сего происхождения. У них политики. Збегни в Бзержинске. Это же, скажем так, польские корни, правда? Правда. А этот госсекретарь был у них. Из памяти вышло. Еврей. Вот. Пожалуйста. Масса людей, которые, значит, занимали высокие посты, вот Колин Пауэлл, например, полководец этот их, вот, это афроамериканец, президент Обам, кенийц, вчерашний. И никто не говорит, что он кенийц, а говорят, что это афроамериканец, но прежде всего, это граждане Соединенных Штатов. Ну, ваш ответ понятен. И, в заключении, уже под занавес, вот такой вопрос. На ваш взгляд, что повлияет на выбор сегодня, сегодняшних избирателей, те, кто придет голосовать за своего кандидата в президенты? Вот геополитический фактор, как часто его используют в предвыборных лозунгах, или, ну, я так называю, такой фактор социального неравенства? Ну, вы знаете, очень сложно сейчас людям ориентироваться, потому что наши политики сегодня взяли за основу самый легкий вариант оболванивания людей. Вот, в основу нашей политики, это, наверное, меньше ума надо, о геополитическом направлении. Вот, мы за Россию, уря-уря, голосуйте нас, мы за Румынию, уря-уря, а что после того, как мы за? Вторым пунктом, назови. Почему мне Дадо нравится? Он вначале вел такую, ну, так проскальзывало радикальную пророссическую политику и антиевропейскую. Вот, мне это не нравилось. Но вот, последнее его искреннее выступление на социальном резонансе программе, мне очень понравилась его фраза. Европа это гигантское будем говорить, содружество, да, или союз, гигантский союз. И есть Россия, есть Америка. Вы себе между собой устраиваете санкции, сколько хотите. но мы молдаване хотим в мире жить и с румынами, и с Европой, восстановить рынок и с Россией. Кстати говоря, это самая сложная позиция, потому что у нас в геополитическом плане Россия, ну, понятно, они большие, они большие, и, естественно, если ты с нами, и ты против Евросоюза, значит, мы тебе поможем. И наоборот, Евросоюз, если вы с нами, против России, мы вам поможем. Мне очень понравилась, Годона, эта фраза, надо уметь между ними маневрировать и жить с теми и с теми, а это надо огромный ум и иметь дипломатические знания, хитрость, способность, чтобы между двумя дебилами или буйволами удержаться и с теми, и с теми жить в мире. Это очень правильная позиция, это моя точка зрения. Люди, кстати говоря, уже не клюют на вот это геополитическое. Обратите внимание, Дадон и сам об этом сказал, люди не воспринимают уже радикализм. Люди хотят жить вместе в мире и с Россией, и с Румынией. Я по натуре радикальный интернационалист, честно вам скажу. Мне все равно кто это, негритянка, китаянка, если она симпатичная, она меня возбуждает, и мне плевать, какой ты нация на каком-то языке разговаривает. Если мы таким подходом будем подходить, я уверен, нас начнут уважать и те, и те, а если мы будем сейчас, как русская избушка, повернись ко мне передом, а к России задом, или наоборот, мы всегда будем проигрывать. А если мы будем обладать мудростью, дипломатией, и вести переговоры и с Западом, и с Востоком, поверьте мне, и Россия, и Запад будут нас уважать за умение вести дипломатическую... Иными словами, за самостоятельность. Конечно. Мы хотим жить самостоятельно, независимо, никаких блоков, мы соблюдаем нейтралитет, мы просто дружелюбные народы разных национальностей, но мы хотим просто в мире жить со всеми. Это люди сегодня, извините, все начинают понимать и уже выходят сегодня на выборы и смотрят на того или иного кандидатов, которые придерживаются именно такого толкования. Не радикализма, а именно мирного существования. Понимаю, Александр, поддерживаете эту точку зрения? Я считаю, что это наиболее цивилизованный подход, потому что если исходить именно с этой точки зрения, что все люди равны в своих правах, обязанностях, свободах, вне зависимости от национальности и так далее, внутренней. Это лишь только консолидирует. общество. Оно сделает так, что люди смогут заниматься прежде всего работой с точки зрения профессионализма. Они войдут в структуры власти, они смогут работать там вместе, в содружестве. У нас могут быть как в прежние времена, когда работали многонациональные коллективы и достигали хороших успехов. Конечно, я это дело поддерживаю, и я думаю, что все разумные люди это тоже поддерживают. Это единственный выход. Покончить с националистическими всякими выпадами, покончить с исканием вот этих вот каких-то там пороков, там валенки, вата и все прочее, а перейти к нормальному диалогу, когда общество будет единое, консолидированное и нацеленное на достижение цели. Вот это у Додона есть, и он к этому нас призывает. Ну что ж, благодарю вас за этот разговор, я думаю, зрителям было интересно, во всяком случае, вашим оппонентам наверное, точно тоже точно было интересно услышать еще раз вот так растиражированное в прессе ваше мнение. Ну, посмотрим, время покажет, кто прав, кто ошибался в этой ситуации. Я думаю, что мудрость должна победить. Ну, разделяю. Вы смотрели программу «Персональный акцент», у нас в гостях был председатель общественной ассоциации Молдова-Мя Федора Гелища, а также член ее административного совета Александр Юдин. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин